Йокширский терьер Воздух слишком быстро попадает терьеру в нос, происходит как бы обратное чихание, и собака издает звук, похожий на гусиный гогот. Это совершенно безобидная особенность, проходящая так же быстро, как и появляющаяся. Йокширский терьер – вторая в мире по популярности порода собак. Это все о нем. Я люблю Йоркцев. Они всегда ищут неприятностей с другими собаками. Собака с комплексом Наполеона – большой зверь в маленьком тельце. В Йорках есть многое от крупных собак. Они очень независимы, сварливы, но в то же время умны и трудолюбивы. Что касается восхождения по социальной лестнице, изначально Йорков выводили для ловли крыс. Они должны были избавлять от грызунов с завода Северной Англии, откуда и берет начало эта порода. Эту породу вывели в помощь рабочему классу для ловли крыс. Потом они сменили заводы на высший свет Европы. И теперь их можно встретить везде, особенно на Манхэттене. У меня Йорки уже лет 6 или 7. Я погубила их еще в колледже. Раз в месяц наша группа всегда встречается. С ними так здорово ласкаться. Это самые милые собачки на свете. Предки собаки, помещающиеся в дамской сумочке, это терьеры. Клайд из Дейльски и Пейсли, которые уже вымерли. А также Скайтерьеры и Эрдельтерьеры из Шотландии, которых шахтеры и ткачи привезли в Йоркшир в середине 19 века. Одним из самых известных первых йоркцев был племенной кобель Хаддерсфилдбен, который считается отцом современного Йорка. И который оказал огромное влияние на эту породу, начиная с 60-х годов 19 века. К началу 20-х годов 19 века йорки преодолели океан и оказались в Америке, став одной из 25 пород, зарегистрированных в американском клубе собаководства. Эти маленькие собаки официально относятся к маленьким комнатным собачкам, и все-таки это терьеры. Обычно в холке они достигают 23 сантиметров, средний вес от 2 до 3 килограммов. При рождении окрас черный и палевый, который быстро становится палевым и голубым. Согласно стандартам клуба, шерсть должна быть без перхоти, шелковистой и длинной. Если собаки не участвуют в выставках, их не стригут, хотя некоторые выстригают им шерсть на мордочке, чтобы в ней не застревала пища. Многие стригут своих йорков под щенков, так что ухаживать за ними несложно. Но если вы хотите, чтобы у йорка была длинная шелковистая шерстка, вам придется много времени тратить на уход за ней. Дрессировать их весело, потому что они стараются все повторить за хозяином, они четко выполняют команды и быстро учатся. Молодец, хорошая девочка. Они супербыстрые, обожают трудиться. Они с удовольствием учатся и выполняют команды. И вообще, нет на свете собак, которые могли бы производить такое впечатление, как йорки. Йорк Рик Кэррона, Джилли, постоянно снимается в рекламе, сериалах, фильмах и фотографируется. Рик научил Джилли многим трюкам, между ними существует невероятно тесная связь. Он довел до совершенства умение сосредоточиться и работать в стрессовых условиях, таких как на киностудии. Все эти трюки не только ради забавы. Молодец, умная девочка. Казалось бы, что такое дрессировка? Пустяк, но нет. В процессе обучения собака получает удовольствие от общения с вами. Она учится взаимодействовать с вами. Такое взаимодействие произвело фурор благодаря интернету, где появилось видео, показывающих обычный пятничный вечер. Весь мир увидел, как хозяин играет в покер со своим любимцем. Сначала я объясняю Джилли, как играть. Игра называется «Пять карт». Каждый игрок получает по пять карт. Джилли первая. Так, бери. У меня туз. Как-то приятель спросил меня, может ли Джилли делать трюки с картами. Я ответил, что не знаю, но попробую. Я обучил ее картам, она быстро все усвоила, и тогда решил попробовать научить ее играть в покер. Следующая карта – пиковый валет. Бери карту. Так, держи. Берет отлично, но не очень. Теперь моя ставка – мой ход. Слишком уверена в себе, да? Здорово. Последняя карта. Тебе надо бить, у меня флэш. Флэш с валетом. Твой ход. Как она это делает? Молодец. У тебя флэш. Как ты это делаешь? Джилли выиграла, однако… Минутку. Джилли Шулер? Обманщица, разве можно обманывать в покере? Вот, молодец. Теперь Джилли приглашают на корпоративные вечеринки, на съемки в рекламе, в газетах и на телевидении. Рик и Джилли попали в удивительный мир. Мисс Звезда. Она красавица. Одно дело – развлекать трюками друзей, совсем другое – работать при свете софитов и камер. Для съемок в рекламе важно найти подходящую собаку. Идеально. Важно, чтобы собака была подготовлена заранее, тогда съемки пройдут быстро. Посмотрите на этот хвостик. Под подготовкой она имеет в виду хорошую дрессировку и умение сосредоточиться. Съемки совсем не похожи на домашнюю обстановку, где ваша собака выполняет все трюки. Тут повсюду камеры, яркий свет, много людей, огромное количество требований, а нужно сделать так, чтобы собаке все нравилось. Когда нужно сидеть, они сидят. Когда нужно лежать или танцевать, они все выполняют с первого раза, что сильно ускоряет рабочий процесс. Чтобы животные, занятые в бизнесе, получали должный уход, Американская ассоциация гуманного отношения к животным следит за тем, чтобы собакам делали все прививки, давали достаточное количество воды и еды, и чтобы они отдыхали в нормальных условиях. Есть правила, которые нужно соблюдать, и это очень важно. Хорошо, что они есть. Сегодня мы работаем с Джили. Это фантастическая собака, прекрасно выдрессированная, живо реагирующая на просьбы с необыкновенным характером, с ней прекрасно работать. Хорошо, очень хорошо. Съемка закончена. Йокширский терьер имеет все, чтобы стать великим актером в большом городе. Молодец, поцелуй меня. Йорков легко можно носить с собой. Они быстро ко всему приспосабливаются и прекрасно чувствуют себя в любой обстановке. Однако, одних их оставлять не рекомендуется. Они всегда хотят находиться рядом с хозяином. Подрезанную шерсть надо ежедневно, еженедельно расчесывать. Длинная шерсть требует много внимания. Расчесывать их нелегко, ровно как и содержать в чистоте, но в основном все не так уж и трудно. У этих малышей маленькие хрупкие косточки. У них часто разрушаются зубы и воспаляются десны. Йорки – прекрасные питомцы для взрослых, а вот с детьми надо быть осторожней. Дети раздражают Йорков, и они могут их укусить. Если выживете один, это идеальная для вас собака. Если есть дети, то не посоветовала бы заводить Йорка. Йорки – невероятно умные собаки и хорошо поддаются дрессировке. Молодец! Дрессировать Йорков – это радость. Они подвижны, энергичны и очень внимательны. Даже если эта собака вам не подходит, знайте, она может жить где угодно. У нее слабое дыхательное горло, шерсть нуждается в уходе, ее легко дрессировать, и лучше всего она чувствует себя в семье из взрослых людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова